В импровизированном зрительном зале яблоку негде упасть. И такая ситуация здесь не редкость. В детском саду «Ромашка» постоянно проводятся концерты, спортивные соревнования, выставки рисунков и поделок. Вот и сегодня перед конкурсом детского танца награждали победители недавно прошедшей интеллектуальной олимпиады. Аплодируйте! После награждения интеллектуалов и стафету образовательных мероприятий подхватили участники танцевального конкурса. Здесь все по-взрослому. 70 участников из 10 команд, строгая и компетентная жюри, благодарные зрители. Конкурс начинается. Танцевальное шоу! Суперпрограмма! Суперпрограмма! Пробили на башне большие куранты! Играйте громче! Веселее, музыканты! Уже первый номер растопил строгие сердца конкурсной комиссии. Одна из выступающих – воспитатель Ирина Батрева. Над темой танца признается Ирина, равно как и его названием – «Карапузы». Думала недолго. Мне было очень интересно, а идея пришла очень просто. У меня вторая младшая группа, дети от 3 до 4 лет. Карапузы мои есть карапузы. За сценой, как и положено на конкурсе, легкое волнение. Причем переживают не столько дети, сколько преподаватели. Немножко волнуюсь, но мы знаем, что у нас все получится, все будет хорошо, лучше. А что у вас за танец? Фиксики. Ребята, а вы волнуетесь, нет? Я нет. А ты? А-а. Мы все уверены в себе, да? Да. А особенно мы хотим получить 4 по 5. Жюри оценивает выступление сразу по нескольким параметрам. Это техника исполнения, композиция танца, имидж, общение со зрителями, соответствие танца возрасту детей. Получились не столько танцы, сколько мини-спектакли. И вот они со смыслом, вот у многих были. И вот это очень радует, что танец превратился в спектакль. И вот он тронул душу даже взрослого человека. В музыкальном зале пчелки сменяли котят. За ними охотники из африканского племени, феи, цыгани. Эти номера – плоды совместного творчества детей, воспитателей и родителей. Мама цыганка нам музыку прислала. Мы репетировали, вот в итоге что получилось. Конечно, хотели всей группой, человек 25, но, к сожалению, заболели. Вот все, что осталось. Ребят, ну а вам понравилось, скажите. Да. А костюмы у вас, кто их вам шил? Мама. Мне тоже мама. Да. То есть все делали практически своими руками. А вы мамам помогали? Да. Родители радовались за своих детей, жюри выставляло оценки, но был в зале человек, для которого этот веселый праздник прежде всего важное образовательное мероприятие. Каждая группа должна показать, каждый воспитатель каждого возрастного возраста должен показать, как он может подготовить своих детей к этому конкурсу. Ну то есть они, жюри оценивало детей, а вы оценивали воспитателей, правильно? А я оценивала воспитателей, правильно. Ну и какова ваша оценка? Мне кажется, что для первого раза после реконструкции очень хорошая оценка. Я говорю всем своим воспитателям, педагогам большое спасибо. Это тот случай, когда важна не победа, а участие, тем более от такого творческого и веселого воспитательного процесса в конечном счете всегда выигрывают маленькие посетители детского сада. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.